И снова добрый вечер, наши дорогие зрители, и мы очень счастливы представить вам нашу гостью прямого эфира, вы ее знаете, мне кажется, вы где-то встречались, Александр Костенюк, прошу любить и жаловать, Саша, огромнейшие поздравления от нас, от всего чата, да, тут сла-слай все кричат, тут самые разные разнообразные выкрики, слай все кричат, первый вопрос, эмоции, эмоции, твои эмоции, и скажи нам, пожалуйста, сколько кратно ты уже чемпионка мира, как нам тебя правильно представить? Спасибо всем большое за то, что болели, вот я вернулась в номер сразу к вам, потому что как же без вас, я первый раз выиграла чемпионат по быстрому шахмату, я не выиграла. По-быстрому я понимаю, я имею в виду вообще уже суммарное количество своих титулов, я просто пытаюсь их посчитать. Суммарное я не считаю, но я решила, что вот каждого по одному будет здорово, вот этого не хватало, остался еще один, догадайтесь какой. Ну, тридцатого повторим вопрос, я думаю. Вот, да, так что сейчас, ну сейчас первые такие эмоции радостные схлынули, пока я доехала до гостиницы, и, конечно, очень устала, надо где-то найти силы, чтобы собраться, как-то отдохнуть, взять себя в руки и еще два дня отыграть. Понятно, что уже все на пределе, но год был настолько фантастический, что... Мы, кстати, предполагали, вот мы во время трансляции предполагали, что рассказывали, какой у тебя был год, и мы восхищались, где ты нашла мотивацию, это первый вопрос, вот именно как тебе удалось провести такой фантастический год. И второй, лучше ли это год твоей карьеры, или 2008 год был лучше, вот Лида тут спрашивала. Ну, надо сейчас его закончить, я думаю, все-таки будет правильно, а потом подвести итоги, но так как у меня еще есть такая особенность, я помню именно то, что сейчас происходит, а то, что было в 2008 году уже как-то давно и неправда, то, ну, так, такой момент, такой год, очень запоминающийся в любом случае. Много всего было, много яркого. Пока живу с удовольствием, да, этим годом. Вот еще два дня, там, три дня в году, да, осталось. Еще столько всего будет впереди, пока нет времени остановиться. Но, безусловно, я очень-очень счастлива, что сумела здесь выиграть. Конечно, мои соперницы мне порой очень щедро помогали, чего стоит партия с Валей. Ну, там много можно через запятую партии перечислить, но, правда, и творческих достижений было много. Так что, есть над чем работать, но есть и чему радоваться. Классика, классика от Александра, есть над чем работать. Надо работать дальше. После очередного выигранного турнира, но это так и есть, потому что мы вспоминали про турнир претендентов. Лид, ты что-то хотела спросить, да? Я хотела спросить, но я уже что-то забыла. Я начала вспоминать партию с Валентиной Гуиной, и все. Ну, там я проигрывала, наверное, десятью разными способами, причем один я за нее видела. Ну, то есть я там просто без ладей оказывалась. Причем на самом деле просто. То есть бывают сложные позиции, там вот, например, партия с Канеру, да, ну, может, компьютер там и говорит плюс четыре, но какая разница, когда на десяти секундах идет игра, и вроде контр-игра есть, и как бы там что-то очень сложное, неподдаваемые оценки, по крайней мере, в практической партии. Вот с Валей все было очень просто. В какой-то момент стало все очень просто, но она решила вместо того, чтобы забрать материал, мне его пожертвовать почему-то. Да, слишком красиво. Кстати, да, кстати, Саш, ты, по-моему, еще так сказала, так еще, ну, вот так есть над чем работать. Там были какие-то соперницы, помогали. Так если честно, по-моему, кроме партии с Валей соперницы тебе особо и не помогали. Не, ну, как, Канеру партия сегодня, да, если вспомнить. Ну, там сложная позиция была. Там сложная. Ну, и вот с открытием этого турнира, да, девочкой молодой из Казахстана, у меня просто, ну, там же еще не видно, может быть, партия там сложная, но у меня просто голова отключилась, и это, и я понимаю, что я делаю ход, я там зеваю каждым ходом. Ну, то есть я сделала ход, я просто пешку отдала в Эншпиле. И поэтому там тоже ничья. Мне Паша говорит после партии, а почему ты на Ф4 не взяла, да, там кони Ф4, ладя Ф4, ладя Ф4. Ну, и лишний слон у белых. Ничья. Фиксирую результат таким образом. А я говорю, я не видела, что вот. Я видела, что кони Ф4, пешка за щена. То, что ладя Ф4, ладя Ф4, это ничья. Я не видела. Ну, то есть там уже такие вещи. Поэтому ничья в той партии тоже была очень радостный результат. Ну, что я могу сказать? Я скажу так. Подытожив это выступление, можно сказать одной фразой. Голова отключилась, поэтому всего 9 из 11. Да, поэтому не пошла немножко игра, поэтому всего 9. Но тут у нас из чата много вопросов, да. И первый главный вопрос, который всех интересует, когда вы находите время... Когда будет тайбрейк? Это понятно. Нет, нет. Там действительно много вопросов. Именно все поражаются. Как ты ухитряешься находить столько времени для трансляций? И при том, что без потери качества игры и помогает ли это? Ну, после результатов этого года нельзя сказать, что это мешает, да? Да, кстати, да. Может быть, как раз благодаря этому, то есть какое-то напряжение психологическое как-то удалось снять, то есть я не стала там требовать от себя каких-то результатов. Ну, а что с комментатора взять, да? Ну, и это помогло. Поэтому понятно, что я себя и называю уже непрофессионалом. Ну как? Много так времени на комментарии уходят. Ну, пока хватает, чтобы побеждать, а там посмотрим. Какое-то совершенно невероятное достижение. Ну, очень бы хотелось поговорить, но я надеюсь, что... Так у нас еще, я надеюсь, будет... Да, да, я надеюсь, что Саша нам еще... Саша, да, теперь, надеюсь, мы все вернулись, собственно, домой, так сказать. На круги своя, да. Да, да, да. И теперь мы спокойно можем обсудить. Я думаю, что болельщики вправе ждать, наверное, подробного рассказа, может быть, да, то есть о победе. Может быть, несколько погодя подробно расскажешь нам еще раз об эмоциях. А пока у нас действительно не так много времени. У нас, мне кажется, минут пять остается до начала тайбрейка. Я, честно говоря, не знаю, да, регламент. На самом деле это очень-очень обидно. Да, играют Абдусаторов непомнящие, Карлсон и Каруаны не играют. И, честно говоря, вот это правило, там уже Магнус по поводу его сказал. Если играть тайбрейк, делят первое и четвертое место, то как могут третье и четвертое не играть? Мне кажется, это так несправедливо, потому что я перед последним туром, ну, у меня такая же ситуация была, то есть если бы я Кате проигрывала, а у нас там, ну, вот Бибисара выиграла, там Валя могла, ну, там кто-то выигрывал, мы тоже могли бы первое и четвертое поделить. Я не была уверена вообще, попадаю ли я в этот тайбрейк. Да, не была уверена. Потому что лидировать 10 туров, проиграть в последнем, поделить первое и четвертое и остаться вне тайбрейка, ну, это настолько как бы, ну, из ряда вон. Ну, тогда уж, не знаю, считайте просто эти дополнительные показатели, но если уж тайбрейк играть, я понимаю, что он удлиняется, но он явно... Там как бывает? Бывает, что второе и четвертое играют, да, как-то между собой, и потом победитель на первое по тайбрейку, ну, по коэффициенту выходит. Ну, явно все должны играть, ну, как только первое и четвертое. Ну, мы согласны, мы еще вспоминали знаменитый чемпионат Саудовской Аравии, где первое и третье место поделили Аннанд Федосеев и Непомнящий, и Ян остался за бортом. И с тех пор обещали отменить это правило, но так и не отменили. Но, тем не менее, Ян Непомнящий вышел все-таки в тайбрейк. Ну, сейчас будет интересно, поэтому я заканчиваю, да, свой блиц-интервью. Блиц-интервью, была рада к вам заглянуть, я так мельком смотрела, как вы там, как без меня поживаете. Очень плохо, очень плохо. Нет, уверена, что хорошо, зрители там поддерживают. Ну, сейчас снова за Яна будем болеть, давно не болели, да. Ну, в общем, да, все на круге слоя, как бы ты чемпионат выиграла, мы все вернулись к обычному сценарию, болеем за Яна. Все, да, не махим. Но, безусловно, Надербек тоже заслужил симпатией своей игрой, и давайте мы будем уже переходить к этому матчу. Надербеком в Риге сыграла 1-1 в Блиц. У меня достижение. Это у него достижение, я попрошу. Может быть, он после этих 1-1 и чемпионат-то выиграл. Пошел, возможно, да, как-то мотивировал. Ну, в общем, да, смотрим, смотрим небольшой перерыв. Смотрим тайбрейк, давайте маленький перерыв и идем. Я на вас, мы за Яном, в общем, всем хорошего вечера. Была рада заглянуть к вам. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok